так вот атомер в разборе вот его голова вот в ней движок честно говоря не знаю но кажется что все хана ему забиться он должен был быть таким защита просто у него это вот вот такая просто крышка вот и все так здесь она прикручена то есть понятно ни о чем не сетки тут ничего у шторма там хотя бы мочалка какая-то вот я тут разобрал значит ну стандарт надо бачок вот по этому шлангу идет значит избыточное давление нагнетается в бак из головы просто он стал вставлен то есть он тупо говоря был вставлен вот сюда в одной из этих дырок вот так туда дует движок и лишний воздух поступал сюда из-за этого он гнал раствор по вот этому шлангу тут кранчик кранчик пластиковый видать в нем не открывается не до конца не закрывается говно точно заменить нормальный вот дальше второй шланг вот раствор идет в голову тоже шел в одну из вот этих дырок в голову пролазил вот сюда вот вот отсюда он вылазил вот отсюда и дальше он поступал вот в эту вот трубочку вот так это было здесь надето и получается что вот отсюда выходил из этой дудки вот это все было вставлено вот такой корпус и вот так привинчено все сейчас тут это идут к понятно она была вот на уровне то есть как заподлицо торчать типа вот так это все работало вот в эти щели получается только дул воздух вот и он раскручиваю эту форсунку вот эту турбинку потому что у нее там скорость и вращение она должна какая-то быть там лютая там 3000 с чем-то оборотов в минуту там 3600 что ли должно быть вот а когда я поставил не родной подшипник она еле крутится просто вот и как бы вообще от этого вращения уйти еще раз здесь регулятор мощности движка можно вообще его нахрен убрать мне кажется вот вообще голова крепится к корпусу просто тоже идиотским способом каким-то можно и зафиксировать мне кажется тоже намертво чтобы проще все было здесь просто тундер какой-нибудь поставить общий план разборка я томира предоставил наш коллега у меня лично в руках он еще не был ну может быть когда-нибудь появится до меня доходили слухи я не мог поверить это я я не мог поверить что они додумались форсунку сделать роторного типа то есть тогда когда какая-то хрень вращается струя попадает и разбивается в капельки за счет за счет вращения это безумие это безумно решение это применяется такая схема то есть получение тумана с помощью роторным способом и хост техники там где большие такие машины туман дают именно там применяется больших там где нужна большая производительность то есть там пневматический способ что только пневматический способ получения тумана это когда под давлением струя идет и за счет потока воздуха разбиваются мелкие частицы вот как вот обычная форсунка типа такого то есть когда все неподвижное крыльчатка неподвижно все неподвижно и жидкость поступает и просто за счет того что воздух от двигателя идет вращается воздух завихряется этим завихренным воздухом жидкость разбивается в кафельке это пневматический способ то есть когда все неподвижно именно в квартирных простых маленьких аппаратах такой способ он самый оптимальный зачем надо было сельхоз технику уменьшать и применять этот способ для простых маленьких квартирных аппаратов это неправильно неправильное решение и люди постоянно коллеги жалуются что это вся эта форсунка которая там вращается на постоянно разлетается очень просто слабое место и плюс много там еще проблем в общем как попадется мне в руки разберем обязательно посмотрим может быть получится когда-нибудь заменить эту форсунку которая вращается на обычную такую неподвижную крыльчатку там это можно я посмотрел принципе ничего там такого страшного сложного нет но пока в руках не было аппарата ничего пока сказать конкретно не могу может получится может нет но это доработка будет не дешевая конечно а то мир это лидер нашего ай антирейтинга генераторов тумана ребята это самое безумное решение там где что-то вращается ни в коем случае не берите чем проще аппарат тему надежней небольшой такой обзорчик сегодня у нас на генератор тумана от умер